Впервые мой сегодняшний гость попал на съемочную площадку, когда учился в восьмом классе. И несмотря на то, что фильм был тяжелый и совсем не детский, мальчик твердо решил стать актером. Мужественный, благородный, светловолосый богатырь, современный Садко, каким когда-то был кумир миллионов Сергей Столяров. Он сыграл много ролей в кино, полюбился зрителям как один из главных героев сериала «Мухтар». Мало кто знает, что он обладает прекрасными вокальными данными и легко мог бы затмить добрую половину нашей эстрады. Хочется верить, что его настоящий звездный час еще впереди актер театра и кино Алексей Моисеев. У меня сегодня в гостях в прямом эфире. Алексей, добрый вечер. Да, добрый вечер. Добрый вечер, Садко. Надо так сказать. Добрый вечер, экс-столеров и так далее. Это обязывает ко мне такое представление. Ну, помнишь, да, вот этого героя, да, Садко? Это же наши сказки. Это тот период времени, советский период времени. Тех сказки, старые, добрые, на которых мы росли. Да, я еще не сказал, что у Алексея есть еще и сказочник, помимо всего прочего. Ну, поговорим об этом. Тот пишущий, пишущий прекрасные сказки. Ну, как всегда в жизни все начинается. Пишем же мы всегда, я вот тоже в свое время детям какие-то истории выдумывал, походу рассказывал. Все это превращалось в какую-то долгоиграющую историю, сериал своеобразный. Но у меня ума не хватило, знаешь, взять и записать это все. Ну, собственно, то, что я рассказываю детям, у меня тоже ума не хватило записать. Мне даже старшая дочка сказала, пап, когда-нибудь ты это запишешь, тогда можно будет вот такую книжку издать. Да, я начал писать, когда моей дочке старшей Даши было три года, именно рассказывать. А потом уже пришла идея писать. А сколько Даши сейчас? Сейчас 13. То есть 10 лет назад отец взялся за сказки? Да, я просто рассказывал ей сказки обучающие, познавательные, чтобы она решала в уме какие-то простейшие логические задачки. Ну, вот я говорю, там, например, подходят герои к обрыву, там растет дерево, что нужно сделать? У вас есть топор и веревка. Она соображала, что нужно срубить дерево, веревкой его захватить и перекинуть как бы через обрыв. Придумал персонажей, дракоша, который живет на острове Бубя-Бя. Лисенок Литалкин, авиатор, у него живой самолет-контрабасик. Есть Крот Копалкин, есть Лось Дормедонт, который мечтает стать бабочкой. Это вот герои, которые живут на волшебном острове. А Даша каждый вечер, говоря волшебные слова, дракоша-то где? По радуге, которая от ее окна перекидывается до острова, к ним ходит в гости. А БВГД какая-то с конкурсами, рассказами, с викторинами. Или вот улица Сезам, уже американская версия об БВГД, потом появилась на наших экранах. Очень хорошая развивающая история, которых мало сегодня для детей, как мне кажется. Да, конечно. Не от хорошей жизни же мы берем и самыми придумываем историю. Ну, конечно. Если говорить серьезно, меня очень, на самом деле, эта тема заботит. И как отца, и просто как человек, который живет на стране. Я вообще считаю, что... Как отца троих детей забываешь добавить очень важную роль. У меня старшему сыну 19, 13 дочки и младшей 7 дочки. То есть, две дочки и сын. Вот. Я вообще считаю, что детское кино и детские книги, это все должно быть под эгидой государства. Потому что это то же самое, что нефть, наша оборонка, это будущее. Мозги нашей страны, они должны воспитываться, естественно, государством. И это глупо, когда человек ходит с протянутой рукой и говорит, дайте мне деньги на детское кино. Оно же невыгодно, оно не окупается. Туда не ставишь рекламу, там, пиво, сигарет, грубо говоря, да? Мы все это знаем. И поэтому найти деньги на детское кино, некоммерческо, очень трудно. Ну, тем не менее, вы же пытаетесь сделать шаг в этом направлении. Или об этом рано пока говорить, да? Рано говорить, да. Это планы, как бы, такие. То есть, вы знаете, пока, как говорится, гром не грянет. То есть, пока есть денежка, я так сижу. Ох, сколько я повидал людей, которые пытались сделать шаги в этом направлении, в том числе и прославленных людей. Я имею в виду и Владимира Грамматикова, которые уже делали эти шаги и возбавляли киностудию имени Горького. И улицы Сезам Владимир приложил руку тоже. И, тем не менее, сегодня детское кино все равно не расцветает. По тем же причинам, про которые ты и говоришь. Действительно, туда не впихнешь рекламу, на них не заработаешь. Поэтому оно должно финансироваться государством. По-любому. Поэтому вам придется идти к государству, включать кулаком в эту большую бронированную дверь. В принципе, да, есть же гранды. Гранды выделяются на детское кино, значит, просто мне нужно, скажем честно, я пока кроме желания написания, собственно, самих сказок и сценариев, толком ничего для этого не делал. Теперь осталось дело за малым. Хорошие дети растут у Алексея, судя по всему. Судя по тому, что отец читает им, по-прежнему читает регулярно сказки. Даже если, вот насколько я знаю, даже если не видится напрямую, даже если нет такого контакта с глазом глазки, по скайпу, да, это происходит? То есть без сказки мы не засыпаем все равно, да? Ну, сейчас... Включаем компьютер, видим папу. Да, сейчас, конечно, реже. Папа в Киеве, допустим, находится, да, когда в съемке были там? В Киеве, да, или в Минске, сейчас в Минске. Вот. То, да, я стараюсь. Но сейчас получается, конечно, реже, потому что, честно говоря, уже даю себе поблажку, потому что там устаю и так далее. Ну, бывает такое. И потом себя за это ругаю, потому что, уча других, ты не имеешь права сам не подавать пример. Собственно, из-за этого же я, так сказать, достаточно серьезно занимаюсь в зале, потому что если я говорю там сыну, ты иди там подтянись или залезь на крышу гаража, что ты не можешь, значит, я сам должен мочь это, иначе я не имею права это говорить. Ну, киноактерам важно мочь очень многое физически, да? Да, конечно, конечно. Дабы не прибегать там к дублёрам, ну, просто элементарные вещи нужно. Нужно зайти и поразить собой, да? Во-первых, это всегда ценится, когда ты в кадре делаешь какой-то трюк. Ну, и потом, что греха таить, может быть, я сейчас скажу какую-то крамолу, но у нас и продюсеры и так далее, они не любят особо тратиться на каскадёров, и если ты можешь сделать какой-то трюк, конечно же, это приветствуется. То есть, ты старший сыночек, 19-летний, который, он на примере отца занимается физической подготовкой, видимо, сегодня тоже серьезно, да? Да, но он... Это ему уже сказки читать не надо по скайпу, я понимаю, да? Нет, нет, да, он учится на мехмате, вот, в моей. Не пошёл по стопам? Ну, да, он с самого раннего возраста за кулисами театра, и это у меня сына первого брака, и у супруги в театре, и у меня, когда я служил в театре Маяковского, я играл «Приключения Буратино», и были очень смешные случаи, когда закрыт занавес, он садится на первый ряд, и я слышу, мы уже все, значит, за кулисами актёры, и тишина, и громко с первого ряда, значит так, сейчас будет «Буратино мой папа», вот ты, пожалуйста, иди и молчи, и можно хлопать вот тогда, когда он выйдет и скажет, «Папа Карло, я пошёл», и пойдёт, и он, значит, начинает рассказывать громко всем, и он говорит, молчи, 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 там его успокаивали, но это было очень смешно. То есть ты «Буратино» играл, да? Да, играл, с Сашей Макогоном играл в пару, замечательным тоже актёром, да, «Буратино». Какие ещё роли и вообще этапы пути прошёл Алексей Моисеев, мы узнаем сейчас, визитные карточки, потом вернёмся. Алексей Моисеев родился 13 июня 1974 года в Москве. Окончил театральное училище имени Щукина, курс Юрия Шлыкова. Работал в детском музыкальном театре под руководством Чихачёва. Потом поступил на службу в Московский академический театр имени Маяковского, где проработал 8 лет. В 2003 году пришёл в Московский театральный центр «Вишнёвый сад». Снимался в фильмах «Барышня-крестьянка», «Простые истины», «Граница таёжный роман», «Золото югры», «Будем знакомы», «Московская сага», «Возвращение Мухтара», «Семья Светофоровых» и других. Всё это о нём. Алексей Моисеев у меня в гостях сегодня, в прямом эфире, в прямом вашем распоряжении, друзья мои, как и обычно, 617-5197. Любые вопросы Алексею можно задавать. Можно про Мухтара, можно не про Мухтара. Раз уж полюбили мы этого актёра по Мухтару, что делать? Про Мухтара можно спросить тоже. Снимается ли эта долгоиграющая пластинка по сей день? Спросите. Я бы сам не рискнул. Я отвечу, я отвечу, снимается. И я скажу больше, что есть люди, которые, ну, вообще, все люди, которые смотрят и не смотрят Мухтара, они делятся на те категории, которым Мухтар нравится и которым у него куча претензий. Которые вы любите ненавидят. Да, которые говорят, что, ну, какой же, это же неправда и так далее. Но, как мне кажется, вот что нам нравится в том времени в СССР, да, потому что говорим об этом. Там была неподдельная чистота и неподдельная правда, которая не мотивировалась деньгами, не мотивировалась какими-то связями. Это была первозданная чистота, которая в том числе пропагандировалась и с экрана. И пусть этот сериал не детектив, пусть там сразу с первого кадра понятно, кто преступник, но там показываются оперативники и следователи, которые должны быть, а не какие есть, и их отношения с собакой. И люди отдыхают. И поэтому этот сериал уже больше 10 лет. Вот я сейчас снимаюсь 12 сезон. И, честно говоря, он претерпевает изменения какие-то там художественные, претерпевает визуальные изменения, там снимается уже со стадикам, с Ронином, одним планом, входящим в комнату. То есть достаточно интересно. Идет много со временем в этом плане. Но вот эта доброта в нем остается. И мне кажется, залог успеха именно вот эта сказка. Опять сказка. Опять-таки сказка, поскольку фильм, наверное, рассчитан больше на детскую аудиторию. Хотя он для всех возрастов. Ну, вы знаете, у меня был случай, когда еще в Киеве снимали. Ко мне подошел мужчина лет 60. Он говорит, извините, пожалуйста, у вас сейчас обеденный прерыв мне сказали. Говорю, да. Вы не могли бы зайти в гости? У меня жена, говорит, лежачая. Дело в том, что она смотрит только новости и Мухтар. Ей это будет вот просто подарок. Я говорю, конечно. Я зашел. Ну, женщина просто была в восторге. Я с ней посидел. Там обед час, я полчаса с ней посидел. Они там не хотели и стопочку налить, и борщом. Я говорю, я не могу, я там снимаюсь и так далее. Но такие вещи есть. И когда ты думаешь, бывает такое. Ты вот читаешь эти сценарии, думаешь, господи, какая же ерунда. Как же это может быть? И потом проходит время, и ты в жизни вдруг сталкиваешься с ситуацией, которая была в этом сценарии. То есть в жизни может быть все, что угодно. Вопрос, как это оправдать, и веришь ты в это или нет. Вот и все. Я вам тоже сегодня хотел стопочку или борща налить. Как-то женщина. Я не пью. Ну и да, я вижу, что в спортивной форме прекрасная. Во-вторых, съемки идут 12 сезон Мухтара. Это все серьезно. Нужно держать себя в форме, конечно, рядом с этой собакой прекрасных. Кстати, собака, я так понимаю, не одна поменялась за время существования сериала. Ну, к сожалению, многие уже на том свете умерли. Зато родственники Мухтаров передаются кому-то из актеров в квартиры и в дома. Да, у меня живет Яра, она внучка одного из первых Мухтаров, Васи, который снимался во втором-третьем сезоне с Сашей Волковым, когда я, собственно, и пришел. И сейчас ей 9 лет, значит, соответственно, планы были большие, и я взял ее, чтобы она жила у меня в доме. Дом строится до сих пор. Живет она в квартире, ездит со мной везде по съемкам. Вот, я это, не знаю, нравится, не нравится, но вроде нравится. То есть она такая путешественница. Что-то затянули строительство дома-то немножко. Да, но, к сожалению, не только... Гонорары помельчались в связи с кризисом. Ну, и это тоже. Но на самом деле, в основном, задержка идет даже не из-за сфинансирования, а из-за оформления документов. Тяжко, бюрократические. То есть, если ты простой смертный хочешь оформить все по закону и без взяток, или, скажем так, с минимумом взяток, то это очень долго. Документы отфутболиваются, и это может идти годами, как и длится. Ну, на самом деле, мы в дальнейшую часть программы можем посвятить меминизации взяток в нашей стране, а не говорить про рожденные в СССР. Хотя, можем вспомнить, как давали взятки тогда. В Советском Союзе давали или не давали. Ну, тогда стыдились. Тогда все равно были какие-то вещи. Кто это стыдился? Это кто давал или кто брал? Ну, не знаю, ребенком был. Я это так говорю, как бы, по ощущениям своего дедушки, который вообще, так сказать, был заместительным человеком, персональным пенсионером Советского Союза. Минуточку. Дедушка был знаковой фигурой, да? Ему приглашали в передачу «Служу Советскому Союзу» на 9 мая как персональный пенсионер Советского Союза. Какая должность была, напомню, у деда? Ну, он был непродолжительное время замгенерального прокурора СССР. С Советского Союза, да? Не московского? Нет, нет, Советского Союза, да. Он был на Ленинском проспекте, дом с ольвами, так сказать, и так далее. Да, но при этом был безумно скромный человек, не пользовался никакими благами. Ну, именно человек не критерист, а человек, прошедший закалку в годы Великой Отечественной войны. Может, в этом причина, что недолго был замен прокурора? Да, он был... Кристальный чистый человек на этой должности долго ли может пробыть? Да, он был правдорубом, и, собственно говоря, я так понимаю, наверное, поэтому и недолго. Я думаю, унаследовал Алексей Моисеев правдорубство от деда своего родного. Мы попозже об этом поговорим. Давайте, раз уж про Мухтара заговорили, хотя бы кусочек из сериала посмотрим сейчас, потом вернемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты опять отчебучил? Да ничего я не отчебучил, просто она... Ну, короче, это неважно. В общем, я здесь останусь ночевать, и обязательно с этим дизайнером свяжусь. Да, ты уж свяжись. По ходу дела это самый главный подозреваемый. А вот это ты зря, Макс. Я на сто процентов уверен, что не может быть такой талантливый человек, связан с криминалом. Ну, не знаю, я, например, не верю вас. Станиславский. Знаешь, сколько впереди тебя разочарования ждет? Ну, видишь, я прав покажусь. Леш, позвонить собираешься или нет? Да, конечно, конечно. Я вот как вы уйдете, сразу начну ему звонить. У меня к нему столько вопросов. Это ты в кадре скажи, пожалуйста. Я сейчас не расслышал. Кто там куда перелезал? Да нет, просто пока шел сюжет, я рассказал, что по поводу трюков вспоминали. Что у меня был, как бы, такой вариант, что думали, что не будет видно, но оказалось, что видно. Что именно я, мы брали преступника, значит, Максим, он забегал через двери, а я должен был с балкона залезать. И хотели, ну, каскадера вызвали, но сказали, не может каскадер, видно каскадера. Еще снимали общий план с улицы. И я, не хочу, по-моему, с третьего на четвертый, с четвертого на третий этаж я с балкона спускался. Со страховкой, но страховка это такая, канатик, тросик, там держат четыре человека, я понимаю, что... Ты видишь, что мощный дядя спускался тогда, ты тогда был в другом немножко форме, да? Да, 90, сколько, и вот когда я набрал массу, 96 килограмм я весил, сейчас я вешу 78-77. Сушится мой сегодняшний гость, Алексей Моисеев, поэтому вес это немножечко поубавил. Для меня это заветная мечта, вот так подсушиться, набрать массу легко, а вот подсушиться это тяжело. Не кушать это тяжело, да? То есть ограничить себя в питании абсолютно, чтобы прийти в форму. Сила воли и мотивации нужны. Ну, я так понимаю, вам не занимать, Алексей, ни того, ни другого. Сила воли, понятно, она есть, она вырабатывается и спортом в том числе. А что касается мотивации, что служит мотивацией? Мотивация. Желание работать, желание быть в форме? Вы знаете, даже нет. Для меня сейчас, ну, скажем так, это, наверное, для профессии плохо, но для меня на данный момент это так. То есть мое эго и сам себе я все уже доказал. То есть с точки зрения профессии я хочу еще что-то сделать, у меня есть заветная мечта, что-то сыграть и на сцене, и в кино. Но, скажем, с точки зрения популярности какой-то там и так далее, нет. Мне важно, чтобы я был примером на самом деле для своих детей. Для своих детей, потому что, опять же, пометуя о том, что там сказки и так далее, я хочу, чтобы мной, что греха таить, это эгоистическое желание, я хочу, чтобы они мной восхищались. Я хочу, чтобы они приводили меня в пример своим одноклассникам и так далее. И чтобы этому соответствовать, я это делаю, в том числе и это. Ну и плюс, что греха таить, наверное, каждый актер, это нарцисс. Ну, актер в Сочиславе, конечно, играется. Да, нарцисс. И те, кто говорят, что, так сказать, ему не нравится крутиться перед зеркалом, ну, как минимум половина, больше, я думаю, это как бы лукавит. Потому что, ну, нравится. Я даже, когда был маленьким, я мечтал стать певцом, я брал мамину расческу круглую или фен. Были тогда такие фены Микма. Да, они заменяли микрофон, да? Да. И я перед зеркалом прогуливая школу, под катушечный магнитофон Астра, я пел. Значит, я пел. Что пел, ты помнишь? Реперторочка по тем временам. Ну, что там было? Ласковый май и вот это все. Это была молодость твоя ласковая мать? Ласковый май это 90-й год почти уже. Нет, почему? Ласковый май, конец 80-х годов. Ничего подобного. Разве нет? Я в армии служил под ласковый май. Ласковый май я был в старших отрядах пьянинского лагеря. Второй, первый отряд. А ты с какого года рождения? Семь четвертым. Ага, ну, может быть, ласковый май был. Семь четвертым. Ну, старший. Это как же надо было запеть вот эти белые розы, чтобы школу прогулять? Это сколько же... Нет, прогуливал я тогда уже. У меня были отцовские четырехкилограммовые гантели. Я прогуливал за это. Я ставил четыре табуретки, и я занимался гантелями. А потом уже, когда я уже отзанимался, было уже и песни были, и все. Что мне понравилось, вы сказали, Леша, сейчас, то, что вот если вот градации, если приоритеты расставлять, в первую очередь он поставил все-таки желание быть примером для родных детей своих, коих трое, как мы заметили, для тех, кто не сначала смотрит. А второй уже пример – актерское тщеславие и актерская форма. Вот желание, а, себе нравиться, и желание быть в форме для того, чтобы работать, для того, чтобы реализовать какие-то свои мечты, еще не реализованные в кино и в театре. То есть это, наверное, с годами пришло. Сначала же все-таки было твердство, а потом уже семья, да? Мне сначала очень нравилось на себя смотреть в кадре. Я каждую маленькую ролюшку, рекламу, очень было одно время много меня утверждали в рекламу, прям подряд. И прекратили, кстати, утверждать, потому что однажды заказчик, когда я пришел, пробовался на очередной йогурт, как сейчас помню, мне говорили, ты очень здорово ешь этот йогурт, прям вот аппетитно, хочется купить, но посмотри. И они включили телевизор. Значит, там была реклама воды Бон Аква. Не хочу врать, в общем, короче, три или четыре подряд я шел. И говорит, ну мы просто не можем, понимаешь, нам нужно лицо, которое незамыленное. И тут я понял, что, наверное, все. Этот этап жизни моей закончился, что я не смогу больше зарабатывать денежки на рекламе, скажем так. Значит, надо что-то стараться делать. А поскольку я... Мне очень приятно, что вы говорите, что я такой прям целеустремленный, а на самом деле нет. Нет. Я абсолютно инертный, силы воли у меня нет. Я не знаю, почему у меня вот сейчас так это получается, там заниматься и так далее. Может быть, просто уже жалко потраченного времени, сколько я уже занимаюсь. 12 лет я занимаюсь, кстати. Я говорю, сам спорт рано или поздно мотивирует, становится образом жизни. Сначала с подпалки, а потом бежать без этого не может. То есть, если я не позанимаюсь 2-3 дня, у меня уже мышцы вялые, я себя чувствую плохо. И даже у меня одно время стало пошаливать сердце, я подумал, все, кранты. Я пошел к врачу, они говорят, у вас спортивное сердце. Нужно, чтобы оно перекачивало определенное количество крови. Если вы не... Вы как себя чувствуете, когда бегаете? Я говорю, отлично, ничего не болит. Они говорят, значит, вы обречены уже всю жизнь заниматься спортом. Потому что как только сердцу не хватает нагрузки, оно начинает вас хереть. Вот, то есть, такая ситуация. Что там сегодня про спорт, про здоровый образ жизни, про питание, про детей? Я не знаю, может быть, с этим будет связанный вопрос, Алексей, к вам, друзья мои, или с чем-то другим. По традиции наши гости о чем-то спрашивают, о ностальгическом. Да, про детство тоже, поскольку все мое детство прошло в Советском Союзе. И в Советском Союзе прошло именно мое детство, вот так я перефразирую. Я был пионером. Я был человеком, который постоянно ездил в пионерский лагерь. Мало того, у меня лагерь и детский сад был недельный. То есть, я уезжал туда в понедельник и приезжал в пятницу. И с теми же ребятами, с которыми я с горшка, буквально, с детской группы «Слоники» и «Зайчики», я с ними же в итоге был потом в самом старшем отряде в пионерском лагере. То есть, у нас была такая мафия. Вопрос мой связан с пионерским лагерем. Как вы знаете, самоуправление в лагере представлял Совет Дружины. Была старшая пионерская вожатая в лагере. И вопрос мой заключается в следующем. Помните ли вы, если помните, то назовите, какие, скажем так, подгруппы, я не знаю, как их назвать, были в помощь старшей пионерской вожатой. То есть, были советы разные, вот в Совет Дружины входили. Одни люди отвечали за то, чтобы гасили свет, выключали воду. Другие люди отвечали за спортивные мероприятия. Третьи отвечали за культ массовый сектор. Четвертые – за кружки. И как назывались вот эти группы, которые, собственно, и помогали, и составляли этот сам Совет Дружины, которым руководил, значит, вот главный этот старший пионерский вожатый лагер. Ну, какой-то теватый, сложный вопрос, друзья мои. Не знал, как сформулировать. Не-не-не, но сформулировали мы развернуто. Юлечка сейчас наш редактор укомплектует это все в более сжатой форме нижней части экрана. Что касается подгрупп, вы сами подумаете, как они могли называться, и какие они, по сути дела, были, эти подгруппы. И вообще, кто помогал старшей пионер вожатой? Как назывались эти люди, которые помогали старшей пионер вожатой? Какие функции были у этих людей? Может, вы какие-то конкретные функции выполняли в пионерской вожатой? Да, кстати, действительно, если вот вы входили в эти советы, были какие-то там активисты в пионерском лагере, тоже очень интересно послушать, потому что на самом деле, как ни назови, пионерский лагерь, лагерь зеленых, лагерь любителей ромашек, суть одна, чтобы дети были заняты, чтобы дети обучались, и чтобы у них не оставалось времени просто шляться и мотаться, и шататься, скажем так. Вот, собственно, и все. Вот сейчас послушал расшифровку вопроса Алексея, и понял, что можно еще и по-другому вас спросить. Как назывались активисты в пионерском лагере? Как могли и называться активисты в пионерском лагере? Какое имели название? Попытайтесь предположить хотя бы. 617-5197 номер нашего телефона. Первый сюжет, который мы сейчас увидим, вернее, мы уже увидим второй сюжет, поскольку показали Мухтара, он у меня был в конце, раз заговорили, теперь покажем другой сюжет. Там нужно иметь, конечно, богатое воображение, чтобы узнать Алексея Моисеева. Самое первое появление в кино Леша в картине «Уроки в конце весны». Я даже не видел этого. Не видел этого? Нет. Я тоже тебя там не узнал сразу. Нашли его, да? Нашли, да. Посмотрим. Может быть, неверно нашли. Давайте смотреть, потом вернемся и расскажем. Да, можно, конечно. Да, вот этот вот, когда товарищ, задирающий, замечательный актер, тогда он, по-моему, Костя Райкин работал, замечательный актер, он, значит, задирает майку и стучит. Вот я затылком своим закрываю его пузо. Собственно, вот, да. Но мне было тогда здорово, потому что, на самом деле, этот фильм, я пошел пробоваться на главную роль по объявлению в газете. «Комсомольская правда», да, насколько я понимаю? Да, да, да. И тогда я прошел практически до конца. Но тогда же был отбор детей очень такой строгий. Во-первых, это толпа. Потом была беседа с психологом. Ага, поскольку картина психологически тяжелая, да? Да, то есть они это выявляли, так сказать, насколько там, наверное, устойчив. Я уж не знаю, сейчас так думаю, стресс устойчив или там, или что. Вот. И это было очень серьезно. И, ну, в итоге, как бы, я почти дошел. В итоге меня забраковали. И вот я играл, да, вот этот эпизод с Валерием Носиком. Вот, с замечательным актером. Папа Александра Носика, с которым я в дальнейшем учился на одном курсе. И вообще у меня с этой замечательной актерской семьей очень много связано в жизни. То есть я периодически, она, можно сказать, меня ведет по каким-то моим творческим вехам. Ну, кто же тоже связан с Носиком Сашей, да, было в то время? Да, да, да. Я тоже пробовался Алла Ковнер, с которой мы же тогда уже снялись в двух или трех картинах. Она меня позвала тоже на пробы. Пригласила, как бы, попробовала, договорилась. Вот, и мне сказали, ты здорово, ты понравился. Но, буквально вот неделю назад Саш Носик приходил, он всем очень понравился, он уже утвержден. Еще когда только-только хотели снимать, в Москве еще когда снимали, вот для РТР его. Я понял, что там, так сказать, да, не получилось. А еще историю, можно расскажу, да, вот про Цедрии. Мы когда учились в институте, мы стучали степ. И Сашка с нами стучал, она была такая инициативная группа. Вот, мы стучали степ. И всегда это было так, что если мы сдали плохо сессию, то это потому, что они степ стучат. Потому что тогда не было такого предмета. А если хорошо, то это, несмотря на то, что они стучат степ. Но, тем не менее, везде на всех показах мы его стучали, если нужно было Сюкинское училище представлять. И был в Цедрии вечер, назывался он «Два с половиной носика». Значит, вечер творческий был Валерия Носика, его брат Александр Носика. И половинка это был как раз Саша. И Саша договорился, что мы там простучим, как будто какой-то свой номер. Я сейчас это даже могу сказать. Читанагу-чучу мы как бы, то есть на читанагу мы стучали. И Валерий, папа, значит, Саши, он из своего гонорара каждому из нас заплатил какие-то... Тогда это был, по-моему, первый мой гонорар вообще, вот эти деньги в конверте. И написал очень добрые слова с пожеланием на конверте. У меня этот конверт до сих пор хранится. И я смотрел, вот они там играли и миниатюры разные, и с братом, с Александром они играли. Это, конечно, потрясающе, это великолепно. И вот с какой легкостью и с какой подачей совсем, конечно, такого уровня актера, они, к сожалению, уходят. Их все меньше и меньше, а замены им нет. Ну да, и ты, конечно, не мог предположить, когда снимался в этой картине, что судьба будет сводить тебя с носиками еще и еще раз. Да, когда учился в восьмом классе, и не прошел на эту картину. Другое дело, что есть и другая история, про которую Алексей нам сейчас не хочет рассказать пока по всей причине, что вот пробуясь на эту картину, когда появилось объявление только в «Комсомольской правде», Леша пришел, увидел эту толпу, заспущался, ушел оттуда, пришел и обманул маму, сказав, «Мама, ничего не выйдет с кино, не прошел». Да, был такой, да, а вот вы знаете. Ну есть у нас свои, мы же рожденные в СССР, закаленные там, формацию получаем оттуда. Да, 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 а потом как бы все-таки... А то мама настояла, чтобы все-таки... А, или она вместе пошла сына. Я уже точно не помню, как там было, точно. Ну, в общем, как-то я там... Я просто обманывать не хочу, я это вот точно не помню сейчас. Вот как я там оказался снова, но в итоге я там оказался, да. А, по-моему, объявление вообще нашла тетя моя. Ну, хорошо, что тетенька увидела. Да. Примерно в период, в этот же период времени снималась и другая картина. Давайте ее посмотрим, потом вернемся. Рожденные в СССР Алексеем Исейф у меня в гостях сегодня. Уже внятнее показали Алексея в этой картине. Уже не затылок, прикрывающий пузо чьего-то. А вот конкретно показали уже роль, уже слова серьезные. Уже серьезная драматургия, общение с главным героем и так далее. И узнаваемый уже тот самый парень. Мало изменившийся, кстати. Вот я сейчас смотрю, за счет сушки-то вернулся в молодые лета Алексея Моисеев. В Одессе, да, снимали, где, говоришь, эту картину? Гонорар уже какой-то был, да? Родителям была возможность помочь каким-то образом? Навести что-то вкусное из страны? Да, там была такая история, что как раз были годы-то так и голодные, перестроечные. Вот, начало самой перестройки. И я решил сделать приятное. Я копил суточные и купил огромную коробку спагетти. Значит, такие вот спагетти, они толщиной спались, такая вот как петля загнутая. А, такие раньше продавали, да. По-моему, они развесные были. Развесные, вот в этой коробке все. И я привез, поехал, значит, обратно ехал. По дороге обратно у меня в городе Конотоп украли паспорт. Серьезно? Человек, который ехал с нами, оказался вором. Украл паспорт, значит, мы написали заявление. Потом еще в течение года шли, значит, нам всякие извещения, что вы взяли телевизор на прокат, еще что-то. Ну, уже было заявление, как бы, и мы отписывались просто, что дело в суде и паспорт украден. Вот. Так я, значит, приехал, привез эту коробку. Мы ее благополучно открыли. И оттуда, значит, так, тараканы. Потому что Одесская киностудия на тот момент представляла из себя мыши, тараканы, крысы. То есть, такая удивительная была она. То есть, надо было закрываться с головой с одеялом, потому что, если ты поднимал матрас, то там был другой матрас, живой. И чтобы по тебе не ползали, надо было, ну, спать надо было где-то. Боже, какие страсти и мордости. Тогда как раз вот в это время снимали «Фанат-2». Вот. Вот как раз это то время было. Как раз параллельно с нами снимали. Они тоже там жили и так далее. От грустного к веселому. То есть, к вам Мария. Мария из Москвы на прямой связи с нами. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела ответить на вопрос гостя. Я, к сожалению, не застала пионерские лагеря. Но хотела сказать, что вы замечательный актер, и вы внешне мне очень напоминаете какого-то сказочного принца. Спасибо. Я хотела вас спросить, мечтали вы о какой-то роли такой сказочного героя? Вообще, хотелось ли вам сыграть такую роль? Спасибо за вопрос. И спасибо за такую оценку. Буратино играл. Вы сначала смотрели, что ли, нашу программу помните? Да. Да, вы знаете, конечно, и хотелось бы, и я надеюсь, что я, конечно, ее еще сыграю. Все-таки, ну, конечно, уже 42 года, все-таки тут сколько ни молодись, а все равно уже там... Я знаю, у тебя есть мечта сыграть историческую, серьезную роль, да? Да, есть. Я даже вам хочу сказать, что в театре я играл, не знаю, как удачно-неудачно, вот, я играл Петра Второго, того самого, который замерз, так сказать, вот, ну, простудился как бы, да, и умер. Вот, я играл в театре, вот, под руководством Геннадия Чихачева, достаточно был такой серьезный спектакль, это была первая роль, которую я сделал сам, по сути, достаточно, в достаточно молодом возрасте. И совершенно не ожидая этого, ребята, мои однокурсники пришли ко мне на премьеру, Саша Небесная, Леша Завьялов, мой однокурсник, мой друг, вот, их привел, и они пришли и смотрели, я очень... И причем, слава богу, они пришли уже после спектакля, потому что если бы я за нашу не смотрели, я бы вообще ничего не сыграл, вот, и мне было очень важно, что вот, то же самое Леша Завьялов, которого я считаю великолепным актером, это актер театра Вахтангова, он был, к сожалению, погиб, вот, он тогда сказал, он говорит, если Леша так будет развиваться дальше, то мы все это, будем... Никому не нужны. Да, вот, и мне было именно от него вот это вот услышать, это была такая похвала для меня, вот, который, как бы, ну, у меня есть одна черта, что я, чем больше, скажем, меня хвалят, и чем больше, скажем так, это, опять же, не актерская черта, мне становится неудобно. И, вот, вроде надо какую-то привить наглость, и, как бы, да, я там такой, в жизни это хорошо, но, к сожалению, для профессии это, наверное, играет обратный эффект. Но ничего не могу себе поделать, но какой есть, такой есть. Ну, тогда я сейчас буду хвалить, а вы крупным планом берите Алексея и наблюдаете, как будет краснеть лицо Алексея. Степ стучит. Песни поют прекрасно, вокальные данные необыкновенные, я говорил некоторое время назад, конем овладел верховой ездой, поэтому хочется еще к Дружининой-то попасть. Светлана Дружинина, ау, обратите внимание на персонажа Алексея Моисеева, блистательно сыграет, там, в очередной серии Гердемаринов, образно говоря, или в другом каком-то историческом фильме. Что касается песен и вокала, сегодня мы не приготовили никаких фонограмм, друзья мои, я просто попросил Лешу, может быть, споешь, если вдруг получится, если зайдет разговор, если там, пусть акапельно, как угодно, чтобы послушать вот это, кто не знает. Да, спою, я тогда предысторию небольшую расскажу, этих песен. Мы, значит, когда делали дипломные спектакли в Щукинском училище, мы в том числе делали спектакль «Покуплено поединок», я играл там Ромашова, и делал его Евгений Владимирович Князев, нынешний, значит, худрук, театральными категориями был, ректор Щукинского училища, да, закончил курс Юрия Ильича Шлыкова. Был у меня Шлыков. Да, замечательный. А кто был из обучающихся или там преподаватели? Все говорят, ну нет такого педагога, педагог от Бога просто. Конечно. Это он тебя выгнать хотел, да? С курса? Да. На третьем курсе у меня была несчастная любовь, и я просто пропустил экзамены, не ходил никуда, ничего. И мои однокурсники, Пашка Гайдученко, был тогда старостой, тоже замечательный актер, он за меня вступился. Когда они за меня сдавали фехтование, выходил Гайдученко и говорил, Алексей Моисеев. И фехтовали. А я, значит, был в трансе, в несчастной любви. В любви весь, в прогрессе. Да. И тогда вот Евгений Владимирович, огромное ему спасибо, никогда не забуду, он сказал, что я буду делать Куприна или с Моисеевым, или не буду делать. Потому что Евгений Владимирович ему предлагал Никиту Татаренко, другого актера. Он сказал, что буду делать с Моисеевым. И в итоге, ну, я думаю, Юрий Владимирович меня бы и не выгнал, но он очень вспыльчивый, но также успокаивается. То есть он нас любил, как детей. Давай послушаем Андрей из Санкт-Петербурга, потом вернемся к князю его. Добрый вечер, Андрей, слушаем вас. Ну, я хотел бы ответить на вопрос, Алексей, что творилось в Тайонерском лагере? Что творилось? Так, ну, я не спрашивал. Точнее, кто был в подчинении у старшей пионер-вожатки. Ну, это в первую очередь была знаменная группа. Так, было дело. Гарнисты еще были. Туда входили. Туда входили гарницы, барабанщики. Входили председатели совета отрядов. Да. Зиньевые. Да. Вот это было непосредственно... А вот по хозяйственной части, на какие делились группы еще? Были 50-50 отрядов? Да. Но у каждого члена дружины была какая-то нагрузка. Хозяйственная или же физкультурная. И вот там были советы. Вот я просто могу рассказать про себя. Я, например, был... Ты не выдавай, кем ты был. Не надо. Наоборот, я хочу, чтобы зрители поняли, кем он был. Молчи. Кем был Алексей Моисеев? У него должность была достаточно забавно, называлась в пионерском лагере. Отвечал он за 617-51-97. Любые версии принимаются. Любые. Я не знаю, какой приз вас ждет. Приглашение, может быть, на какой-нибудь спектакль или еще куда-то. Подумаем. Но звеневая группа правильная. А в школе я был, кстати, барабанщиком. Я ездил на слеты. Вот в этой знаменной группе я был барабанщиком. Мы ездили, выступали за школу. Вот опять-таки проявляется твой музыкально-степовый талант. Там нужно и ритм знать, и слух должен быть у барабанщика. Странно, что ты запевал и не был. Сейчас про песни. Я к песням возвращаюсь. К песням. Так вот, покороче тогда, чтобы как бы... Да уж, времени не мало. Да, времени, да, час мало. Значит, и очень искали песни того времени. И сейчас хочу просто спеть такую небольшую песню акапельно. Это студенческие песни, которые пели до революции студенты. Интересы были такие же, в общем-то, как и сейчас. Песня называется «Крамбамбули». Крамбамбули – это сорт вина. Ну, такая песня, она, честно, веселая. Когда случится нам заехать на старый постоялый двор, Мы, не садясь прежде обедать, к бутылкам устремляем взор. Тогда и день, и ночь, люли, мы будем пить крамбамбули, Крамбамбамбамбули, крамбамбули. Когда мне изменяет дева, об этом долго не грущу. В порыве яростного гнева я пробку в потолок пущу. Тогда и день, и ночь, люли, мы будем пить крамбамбули, Крамбамбамбамбули, крамбамбули, крамбамбули. Отцов наследство, любимое питье у нас. И утешительное средство, когда взгрустнется нам подчас. Тогда и день, и ночь, люли, мы будем пить крамбамбули, Крамбамбамбамбули, крамбамбули. Черт возьми крамбамбули, подать сюда крамбамбули, крамбамбамбамбули, крамбамбули. Браво. Потрясающе. Ну к песням вернемся, подойдем еще, если время позволит, хотя 20 минут остается у нас до конца прямого эфира. Что касается, вот когда мне изменяет дело, я долго не грущу, это мне кажется не про Лешу, в Щукинские времена-то было все иначе, судя по тому, что человек уходил в любви, и я так понимаю, была не одна любовь по тем временам в Щукинском училище, да? Ну, такая была... Как у вас у принца фодится, извини, с принцем сравнила девушка тебя просто? Ну да, нет, ну такая глобальная была одна, она была старше меня на два курса, вот, и я, конечно, был влюблен. Не с Нонной или Анна Гришаева училась вместе? Да, с Нонной Гришаевой училась. С Нонной и Гришаевой вместе училась, да? Ну не буду говорить, дальше вычисляют уже зрители сами, может быть, сама Нонна была, ну не знаю. Давайте, мы сейчас подойдем к Щукинскому училищу, есть еще о чем поговорить. Просто сюжеты же приготовили не зря, «Любовь французская и русская» фрагментик покажем вам, потом вернемся. Старый козел, достать не может, давай я достану. Ну что ты летишь не в свое дело? Правее, давай, правее! Осторожнее, осторожнее, сейчас, Хукинскому! Ну что ты смеешься? Больно, да? Спасибо. Твой любовник, да? Не трогай его. Малыш. Он ни в чем не виноват. Спасибо. Ну что, старый козел, да? Зачем ты ударил мальчика? Мы надоели! Твои любовники! Твои мужья! Подружки! Не грали! Вы, русские, не умеете жить спокойно! Ну и катей свою Францию! И шубу, на, забирай! И заберу! Рожденный в СССР Алексей Моисеев у меня в гостях сегодня, но вот судя по тому, что это 94-й год, это уже после окончания Щукинского училища происходило, да? Нет, я закончил в 96-м. А, в 96-м ты сейчас студент. Это во время обучения, во время обучения, да. Сейчас Веру из Москвы послушаем, потом про обучение. Вера, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотела бы ответить на ваш вопрос. Может быть, вы были председателем Совета Дружины? Интересная версия. Нет. Нет, я не был председателем Совета Дружины, меня хотели назначить, но я всячески от этого уклонялся, потому что слишком хлопотная должность. Вот. Нет. Говорить нельзя? Пока нет. Надо терпеть еще 20. Нет, да, но как бы я входил в Совет Дружины, но отвечал, могу чуть-чуть подсказать. Ну чуть-чуть можно. Да. Отвечал за хозяйственные дела. Да, поэтому Леша с представительством спрашивал предыдущего телезрителя, как хозяйственников-то могли называть, как их могли в лагере называть, тех, кто помогал по хозяйству. 617, 5197, любые версии принимаются. Что касается, почему я застопорился на Щукинском училище, спрашивал про года и так далее, вообще про момент обучения спрашивал. Я знаю, что Леша в принципе учился на подготовительных курсах школы-студии МХАТ. Да. Мог бы продолжить обучение там, но по каким-то причинам что-то табаков в тебе не увидел, да? У меня много, да, у меня такое. Ну, я учился на подготовительных курсах в МХАТе, еще учась в школе. То есть я после школы ходил в МХАТ, да, и там, естественно, когда был показ, те, кто нравился Олегу Павловичу, они шли сразу на конкурс. Да-да-да, минуя там некоторые испытательные моменты. Да, ну, как бы я не понравился. Вот, хотя у меня были педагоги замечательные, Брусникин, Пешкин, Пешков, Лобанов, вот, как бы замечательные актеры и педагоги. Потом было Щепкинское училище. Щепкинское, да. Где уже не понравилось тебе по какой-то причине? Ну, там обоюдно, да, но Щепкинское старейшее училище, замечательное. Я просто не понимал, чему меня там учат. Потому что мы делали на первом курсе Солженицына раковый корпус. Я человек, который там 17-летний. То есть совсем юным это непонятно, конечно. Да, я не понимал, у меня ничего не получалось, и, собственно говоря, в итоге был конфликт, и мне сказали, что мне трудно будет сдать сессию зимнюю. Вот, я не стал ждать, я просто перестал ходить. Скажу честно, я не готовился, я был так совершенно безбашенный, я снова поступал с той же программой, из которой я поступал в прошлый год, и поступал уже в том числе и в Щуку, и набирал Юрия Неминовича. И он меня взял, чему я благодарен, и друзья мои по жизни основные сейчас, это мои однокурсники, с которыми я учился до сих пор. Безбашенность-то она в чем еще проявлялась? Ты говоришь, я был безбашенным. Я не смотрел не вперед, не смотрел назад, то есть я жил сегодняшним днем, может быть, поэтому так было легко, потому что мне все говорят, да ты что, ты не поступишь, второй раз, ты без перевода, ты что, и шел, улыбался, как мы говорили, трудно ли быть актером, вышел раз и вышел. А там посмотрим. Да, 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 но с другой стороны, мы с тобой говорили выше немножко про деда твоего, говорили о том, что он был очень принципиальным человеком во многом, да, там человек, который занимает столь высокую должность союзного значения, да, ездит всю жизнь на Запорожце. Это странно для меня немножко, сейчас уже не ездят они на Запорожце давно, чинуши вот эти вот высокого ранга. Почему я об этом вспомнил? Потому что там какой-то момент из твоего острословия было, острого языка, вы отчислили еще и по этой причине? Ну там, да, там, там, не хотим говорить. Не хотим, ну не говори. Нет, нет, ну можно, нет, почему, ну просто там были подготовительные курсы параллельно в Щепке, и видимо там кто-то что-то написал на партии нецензурные. И зашли, и начали нас каждого спрашивать, кто написал, ты не ты, ты не ты, ты не ты, ну я встал сказал, что я считаю, что надо заниматься моим сестом актера, а не вот этим детским садом. Ну, собственно, я после этого комок пошел, как бы все. Ну я не скажу, что как бы из-за этого, на самом деле, учился я там не важно, потому что я действительно не понимал, чему меня учат. Ты слышал, что ты в Щукинском-то не очень важно, учился по некоторым предметам. Ну там... Мастерства, что касается мастерства, там было все отлично. Да, у меня было по проферирующим пятерке, по остальным нет, ну вы знаете, я считал, и сейчас считаю так сейчас, что мне надо было стать актером. Все остальное я наверстал уже после того, как я прочел и так далее, потому что если бы я распылялся, да, у меня был бы красный диплом, но понимание в профессии у меня бы не было. Но это вот сугубо мое мнение. Я и сейчас ее не понимаю толком. То есть мы идем... Ты же сам знаешь, не только сугубо твое мнение, те люди, которые с красными дипломами позаканчивали институты, они ведь в профессии не очень состоялись, судя по статистическим данным, да? Да, в общем, да. Потому что главное все-таки взять что-то другое из института. А потом театр Маяковского. Я выходил на сцену с Гундревой, Симоновой, с Могиленовичем Литарганом, да, то есть люди, которые с толпы, и вот я считаю, вот это обучение, вот это обучение, когда Наталья Георгиевна, Царствие Небесное, понимаете, вот тоже человек с пивом меня увидела в театре, накричала на меня так, что я просто... Гундрева накричала на тебя? Ну да, она сказала, что безгода недели в театре уже с пивом. А, ты с пивом заявился? Ну, мы были на гастролях в Саратове, с моим другом Игорем Гровиным зашли в театр, он допил, а я... Тебе повезло, что Гончаров не увидел с пивом? Но дело в том, я могу сказать дальше, что было, что как она сняла этот конфликт, великолепная женщина, ее называли мамой в театре, она видит, что я зеленый, она говорит, Леша, подойди-ка сюда, все, я думал, все, у меня кранты. Перед спектаклем играли «Жертвы века», вот, где нас вахут. Хороший спектакль. Да, а мы танцевали. Она говорила, она подошла, говорит, значит, вот тебе денежка, сходи в буфет, купи мне какого-нибудь белого пива любого. Я знаю, ты толком понимаешь, светлого в смысле, не белого, а белого в смысле. Она говорит, ну, купи мне потом там это самое. Говорит, иди. И, ну, естественно, меня это сразу отпустило, все, то есть она, видя, что мальчик уже никакой, она вот так сняла конфликт. Молодец, мудрая очень была. До сих пор про Гондарева вот сколько лет уже прошло, про такую актрису была говорить, вот, языка не снимается. Про театр Маяковского хотел отдельно поговорить. Поговорим, пока посмотрим русскую версию сериала «Элена, ребята». Был такой сериал, помните? А, «Будем знакомы». «Будем знакомы», да, называется «Русская версия этого сериала». Давайте смотреть, потом вернемся. Что-то случилось? Да. Что, что-нибудь с мамой? Да нет, с мамой все в порядке. Просто я хотел... Я хотел... Узнать, как прошел последний день занятий. Да нормально прошел. Собрали всех, поздравили с окончанием учебного года и простились до первого сентября. А почему тебя это интересует? Ну, как тебе сказать? Виктория Николаевна тебя хвалит. Я разговаривал с ней сегодня. Да и Вячеслав Андреевич тоже. Очень... Да, зачем ты с ними разговаривал? Если тебя что-то интересует, ты можешь у меня спросить. Ну, вообще-то я несу некоторым образом за тебя ответственность. Вот знаешь, что не надо? Ты не банк, а я не банковский счет. И мне к тому же не 10 лет. Ты, пожалуйста, не волнуйся. Пока мама отдыхает, со мной ничего дурного не случится. Да, да, да. Ты взрослый наш человек. Взрослый. Ну что ж, надо подумать о твоем будущем. Вот давай разговоры по поводу моего будущего перенесем на потом. Рожденный в СССР Алексей Моизеев у меня в гостях сегодня в прямом эфире. Будем знакомым, почему я окрестил это Елена Ребятова. Ну, какая-то аналогия проводилась, да, с этим знаменитым сериалом? Да, реклама была, но просто, видимо, как это, вот, коммерческое время, неудачно он был продан. Но сразу первый показ был по ТВЦ. А как бы по коммерческим всем этим канонам, насколько известно, да, там он должен быть по РТР, ТР, там, а ТВЦ там 3-4-4. Ну, почему-то так вот тогда, я не знаю, как сейчас. А ты тогда вот в тот период времени служил в Театре Маяковского, да, или уже ушел? В тот период времени я еще не служил там. Еще не пришел туда Гончарова, да? Нет, 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 не пришел еще. Я пришел, меня Люба Руденко посоветовала, он начинал ставить «Дети Ванюшиных» на младшего сына. Вот, и я не показывался, я просто в репетиции вошел. В итоге, расскажу, смешно очень было. Он же любил реставрировать уже спектакли под конец жизни, да? Да, 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 он искал, как это был, был успех, как бы. На самом деле, когда он работал, все говорили, вот, он развалил театр, а когда умер, он поняли, что он все равно держал его вот так вот на театре. И я репетировал, он на меня накричал, и Царство Небесное тоже Фатюшин за курицами говорит, что ты с ним споришь, что ты с ним споришь, он кричит не на тебя, он на себя кричит. Когда он поймет, он тебе объяснит в двух словах, что он хочет. Пока он кричит, это он на себя кричит, я это не понимал, но в итоге с ролью он меня снял, потому что через несколько репетиций он мне сказал, ну ты, милый, выйди сюда в свет. Я вышел, он говорит, сними штаны. Штаны? Да. Я, значит, приспустил, он говорит, ниже. Я, значит, все стоят, смотрят, смотрят так. Все равно гусар. А там, видимо, нужно был мальчик такой, чтобы вы испытывали к нему жалостей, а он как бы фактура. Но, тем не менее, я все равно остался в театре, и как раз там я играл главного приказчика, то есть сцена вакханалии, где, значит, старший сын, который играл, Анатолий Лобоцкий, все это, значит, меняет в доме. У меня был сольный номер на столе, степ, я был как бы главным приказчиком, и там вот я аплодисменты срывал, потому что я стучал на этом столе, который крутился, значит, на сцене. Я это все там, а, ребята, и это вот был мой звездный час такой. И когда праздновали, значит, премьеру, я сидел рядом с Татьяной Витольевной Хромковой, замечательным режиссером, с которым потом у нас сложилось все, и я играл в ее спектакль много, значит, Гончаров встал, и его взгляд упал на меня говорить тост. Он говорит, вот, актер, какой замечательный, красавец, а танцует как? Татьяна Витольевна, Леш, я тебя поздравлю, теперь в этом театре ты будешь только танцевать. Это уже Гончаров был старенький, на тот период времени мы вспоминали Наталью Георгиевну, Гондарева, которая могла бы не то, чтобы заменить Гончарова по планам, да? Да. Она не хотела быть главным режиссером. Она должна была быть художественным руководителем. Да, театра. И приглашать, это было бы замечательно и великолепно. Конечно. Но, к сожалению, вот так случилось, и это, конечно, большая потеря вообще для театра и для актеров, потому что именно вот эта текучка перетрубации началась со смертью Андрея Саныча. Ну да, там приход Арцебашева и другая история, там, ух, вот половина труппы из театра. Да, но сейчас многие возвращаются и приглашают снова. Ну, сейчас прибалтийская режиссура доминирует в стране, поэтому театр Майкорского не исключение в этом отношении. Что касается, теперь ты будешь петь и танцевать, ну, наверное, да, и в фильмах тоже были песни и танцы. Следующий фрагмент, потом вернемся. Ну, понятно, что рожденный в СССР, кто еще будет с Карлом Марксом танцевать, как не человек, рожденный в Советском Союзе, оказывать почтение этому, этой политической фигуре. Ну, действительно, и поет, и танцует, Леша, блистательно в этом сериале. Кстати, замечательно, даже сложно назвать это сериалом. Это полноценное хорошее художественное кино. Единственное, о чем можно посожалеть, что сцены и вообще игровой материал, отснятый с Лешей, вырезан был, да, в большей части сокращался. Да, много вырезан, особенно военная вот эта вся история, да. Там, например, была сцена, снимали, как мы едим сырые грибы. Приглашали специалиста по сыроедению, и как сыроедству, я не знаю, как правильно сказать, просклонять. Какие грибы можно есть, какие нет, нам их втыкали в землю, мы, значит, все это ели с Гошей Евтушенко, с которой мы сбежали, как бы, получается, там, от полицаев, сами были полицаями, сбежали, значит, к своим. Я ее озвучивал, эту сцену, и когда смотрел сериал, я очень ее ждал. Вот я же ел сырые грибы, но ее вырезали, к сожалению. Вот, собственно говоря. Два дня готовишься, снимается материал, все узнаешь про сыроедение, а потом результата никакого. Хотя говорят, что в DVD-версиях весь этот материал сохранен. Да, вроде там есть. Что касается песен твоих, может быть, еще что-нибудь? Давайте, теперь что-нибудь такое, это самое. Значит, все знают песню «Черный ворон», но у нее есть очень много интерпретаций. И, опять же, в институте, услышав у замечательного актера и режиссера Павла Сафонова, который пел ее в этой интерпретации. Я ее запомнил, и мне кажется, она вот очень такая атмосферная и душевная. Кто-то знает эту версию, кто-то нет. А черный ворон, а друг ты мой залетной, А вышла, вышла, а я на крылечко, Друга милого встречать. Вышла, вышла, а я на крыле крылечко, Друга милого встречать. А по колечку друга я узнала, Узнала, знать, убит он на войне. По колечку друга я узнала, Узнала, знать, убит он на войне. А он убитый ляжет незарытый В чужой дальней стороне. А черный ворон, Друг ты мой залетной, А где летала так далеко? Супер, проникновенно, очень здорово. И версия для нас малознакомая. Черный ворон что-то вьешь, что он в моей голове, знают все. Причем у этой версии, у нее очень много куплетов. Причем каждый раз их люди тасовали, Меняли, видимо, в зависимости от каких-то переживаний. Может быть, даже дописывали. Я не знаю, кто автор. Совсем недавно в гостях у меня был человек, Которого ты хорошо знаешь, Сергей Плотников. По вашей совместной работе, быть может, знаешь хорошо. Истов, возвращаться опять к театральным твоим работам. Давай увидим следующий сюжет, потом вернемся. Это, да, тема вечная, конечно. Это автор и цензор, это люди, которые постоянно запрещают. И люди, которые постоянно развивают что-то в себе, в других и так далее. Это на стороне, это не в театре, это на стороне. Да, это на стороне. Это я давно мечтал эту пьесу поставить. И решил, я не режиссер, как бы, но просто есть очень хорошие примеры этого спектакля, которые есть в интернете. И я просто предложил своему другу Алексею Моисееву, и говорю, давай поставим, будем играть эту пьесу. Потому что мне очень нравится и текст, и смысл, и то, что это комедия. Ну, вот это, скорее, будущая театральная история Алексея Моисеева, поскольку вот в эту комедию вошли и Сергей, и Алексей. Я надеюсь, что мы через какое-то время все это увидим. Мы играли уже, да, то есть, как бы, вот сейчас начинаем ее, вроде как, возить, дай бог, вот-вот-фу, вот. Но я Сережу очень благодарен, на самом деле, что он мне ее предложил, потому что это мечта любого актера. Полтора часа на сцене, два актера, и юмор, он не как сейчас, в основном, почему-то у нас в жизни такой, извините за такое выражение, писечно-попочный, а интеллектуальный юмор, и именно юмор в словах, и держать зрителя, публику, причем достаточно переводной текст с японского, достаточно своеобразный, как бы, мышление у людей, это дорогого стоит. Мало времени остается, 30 секунд до конца эфира, нужно нам подвести итог. Кем же ты был? Какой пионерской активной работой ты занимался? По хозяйству. Да, по хозяйству. Значит, я был членом Совета Бережливых. Член Совета Бережливых. Председатель Совета Бережливых и член Совета Бережливых. Почему я туда пошел? Потому что в эту функцию этого Совета входило в тихий час ездить, менять наволочки, можно было не спать в тихий час, и можно было после отбоя тоже ложиться позже, потому что нужно было пройтись по всем отрядам, выключить свет и закрыть воду. Спасибо тебе за сегодняшнюю встречу. Замечательный актер. Спасибо. Певец великолепный, как я теперь понимаю, член Совета Бережливых. Алексей Моисеев был у меня сегодня. Жду вас завтра, друзья мои, в 22 часа. До встречи. Всего доброго.